Всем привет, дамы и господа. Сегодня с вами Лиг Соник и у нас очередной турнир. Сегодня первым матчем будем наблюдать такие команды, как Контора и Фраг Рейндж. Вторых не помню, точнее первых не помню, а Фраг Рейнджов достаточно хорошо помню. Вроде неплохо отыгрывали ребята. Как мы видим, только что они проиграли. Пистолет, пистолетку, ножевой и теперь свапывается сторонами. Контора выбирает сторону защиты, это неудивительно. Потому что это как бы сильная сторона на этой карте. Ну и пистолетка, смотрим внимательно. Пока что, скорее всего, будет выход на А-пуэнт. Расположение защиты довольно-таки стандартное. Двое играет на Б-пуэнте, двое играет на А, один в джангле. Но нет, подождите, подождите, что-то я перепутал. Играются двое с мидла и только один играет на 2-пуэнте. Но, кстати, он справляется пока что нормально. Делает первый минус. Каев-3, второй, к сожалению, не может. Дженни зажимает его в упор. Тут двое игроков против Дженни. Но ему приходят на помощь. И влетает в него случайная пуля. И ситуация 3 в 1. Остается последний Форк, который играл за головами. И, конечно же, его убивает без шансов. Забирает в пистолеточку команда Контора, которая, между прочим, забрала на живой раунд. Вот как иногда важно забирать на живую. Что ж, смотрим дальше. Скорее всего, будет следующий 2 раунда слив от команды Атаки. А защита будет демонстрировать максимально точные попадания. И не оставляет шансов оппонентам на выигрыш в следующих, как минимум, 2 раундах. Что ж, была пауза какая-то. Наверное, дали мне поговорить. В итоге мы возвращаемся. Сейчас я кое-что проверю. Конечно же, я это не сделал. Так вот, мне пишут, что у меня косы слишком громко работают. Мы сейчас это поправим. Без вопросов. Вот так, я думаю, будет нормально, в принципе. И мы возвращаемся обратно в нашу игру. И вернулся я, да. Тут уже произошел такой лютый замесик. Убили одного только АВГ. Все остальные остались живы у команды защиты. Ну и, конечно же, убили всех пятерых атакующих. Бомбу они, кажется, установили. Поэтому у них есть закуп. Есть у всех калаши. Также есть минимальный набор хаешек. Минимальный набор флешек. По одной и... Собственно, по одной той и по одной другой. Что ж, смотрим. Пока что принимает атака. Скорее всего, будет выходить в Б-пуэнт. Пока что мы видели только один превосходный минус от... От кого же этот минус был? Фен-с-вен. Фен-с-вен-мя-т-э-т. Короче, не могу посчитать этот ник. В итоге, еще один минус при попытке зайти на А-пуэнт. Вешает голову Дженнис М4А1С. Ну и вот теперь у нас тут вулкан, который называет себя Дэнсом. Нет, Сугробом. Он отыгрывал с мидуа, но не смог реализовать девайс. Получил пуль от АВП. Смог надамажить всего лишь 15 кп. И превосходная игра от Фен-с-вен. Фен-с-вен с мидуа выносит еще одного игрока. И остается один Агамота. Один против четверых. АВП его контрит. Но посмотрите, какой он делает превосходный минус. К сожалению, против обычного Каправа. Юс. ЮМП. Он не выстоял. Получил голову. И на этом закончил свое существование на карте Дэй Мираж. Ну и теперь атака. Из-за того, что в предыдущий раунд делали такой прям сильный закуп, вынуждены делать экономический. Пятеро игроков играют на П-250. Подождите, четверть. Трое. И двое играют с дефолтными глоками. Пока что холодят, но скорее всего будут выходить через рампы. Один человек через рампы. И четверо через Пелос. Быстрый заход идет. Есть один игрок защиты на головах. Один играет с сигаретой. Пока что на головах проезжает с задачей отлично. Но его тихоря обходят сбоку. Ну и, конечно же, на ищах с девайсами. Контора принимает такой заход. Убивает всех. Решается, к сожалению, двух игроков. Но сейчас это для них не принципиально. Как бы в прошлых раундах теряли мало людей. Поэтому деньги есть у всех. И в большом количестве. Но, как мы видим, тут потеряли двоих. Тут потеряли двоих. Тут одного. И тут двоих. То есть, в принципе, деньги у команды атаки еще будут как минимум раунда два. А то и три. Если будут давать адекватные дропы. Что ж, смотрим дальше. Сугроб решил вообще притаиться. У нас играет за нычкой. Ждет, что его будут рашить. Но это, в принципе, очевидно. Потому что четыре раунда отдали. И защита может почувствовать свое преимущество. И просто начать рашить. Как это произошло только что с... С СССР. С Романдосом. Роман Индахаус. Простите меня. Роман Индахаус. Который сделал все-таки опен фраг. Но тут же его закрыл Дэнни. Дэнс. И реализовал свой девайсик. В итоге бомба поставлена. На А-пуинте. Трое игроков играют с пунта. Один играет в пелсах. Второй играет на головах. Ну и с рампов. Но также есть заход с коннектора. В итоге поставлена бомба. Адекватные позиции помогли игрокам атаки отстоять ее. Защитить ее. Ну и в принципе не дать раздиффузить. В итоге первый раунд уходит за... Первый раунд уходит. Наконец-таки к атаке. Счет разбавляется. Стануется 4-1. И продолжаем смотреть. Как мы видим у защиты не все так превосходно с девайсами, как я обещал. Так. Плейс вынужден купить себе дигл. Дигл. Ну и с раскидочкой тоже бедно у двоих игроков. Но у атаки таких проблем нету. Даже подобрали АВП, кажется, в прошлом раунде. Поэтому денег у них завалить. Превосходная игра. Марин Си... Блин. Марин Си... Марин Си... Марин Си... Как это вообще читается? Марин Син ТВ. ТК. Будет ТК. Вот у него ник через два слэша есть. ТК. Будет ТК. Превосходно сыграл с Апер Джангла. Сделал минус по стоящему на крыльце. Ну и в итоге, пока я говорил и читал его ник, ситуация стала 3 в 2. Два игрока защиты попытаются выбивать бомбу, которая... Которая почему-то была на Т-спауне и сейчас бежит на всех парах на А-плэн через рампы. Ну а команда защиты заходит тем временем Джангла. Скорее всего их уже заметили. Да, кидает флешку. Превосходный минус по бомбе. Но там есть игрок, который готов ее подхватить. Подхватывает ее Форч. Ну и ему долго не хватает. Его надолго не хватает. Как бы выносит опять. И нужно брать бомбу, но там двое игроков. Агамота это понимает. Но понимает, наверное, только про одного. Но и про второго он тоже не забывает. Выходит и делает свою работу по ничем... Не ожидавшему такого поворота игроку. И в итоге счет опять становится... Непереломным, я хотел сказать. Я хотел сказать, что счет становится... Идет в пользу команды атаки. Сейчас у нас 4-2. В принципе, после проигранной пистолетки. Это довольно-таки адекватный счет. И команда фраг-рэндж. Молодцы. Так, сугроб делает минус по плейзу, который играл у нас в коннекторе. В принципе, у атаки сейчас... Защита у нас сейчас... Пистолеты. Поэтому, наверное, будет изи. Но вот, посмотрите, выбивает АВП. Также с шарта настреливается... Марин с вам Дэнс. И ситуация 4 в 1. Остается последним с игроками АХП. И как бы... Как бы это странно не казалось, но почему-то фраг-рэндж смогли сопоставить что-то с девайсом. Но против пистолетов они были бессильны. Что ж, контора забирает 5-е очко. Причем довольно-таки налегке. Четверо игроков остались живы. Только одним пожертвовали. Которого убили в самом начале. В принципе, ну... Что ж. Довольно странно. В итоге атака из-за проигрышного предыдущего раунда... Вот сейчас сделает такой... Форс. Ну, это как бы бай полноценный. Но без гранат это и не бай вовсе. И у Дэнса, например, тег 9 вообще. Ну, то есть... Можно играть, но очень осторожно. В итоге опять делается... Опен фраг по... ТК. Что-то он умирает уже второй раз. Первым. Бомба выбивается с апартаментов. Но сугроб, игравший шарта, быстро... Начекивает машину. Делает свой минус. И продолжает жить. Раскидываться смоками на двери. Наверное, будет ждать выхода с кухни. Там есть один игрок. Играет оттуда у нас... Фенс... Блин. Фенс Вен. Фенс Вен. Фенс Вен. Фенс Вен. Фенс Вен играет оттуда. Превосходно заходит в плейс на плент. Также вместе с ним Роман Инда Хаус. Сделает последний минус по игравшему в апартаментах игроку. Атаки. И еще становится 6-2. Контора начинает камбетчить. Ну как камбетчить. Они-то и не проигрывали вовсе. Но они начинают опять доминировать на этой карте. Вынуждая фрагренджов делать очередное эко. Причем даже без арморов. Есть только один тег. Ну и Дигл. А все остальные П-250. Будут заходить скорее всего через Пелосы. В прошлый раз эта тактика сработала. Смогли сделать... К сожалению, только два минуса. Но это был самый классный. Самый классный за все время у атаки пуш на экономическом. В итоге пока мы что мы наблюдаем. Это два минуса от команды защиты. Уже три. Ну и вот тут идет размен по плейзу. Наконец-таки умер не ТК. Решается только одного игрока. Этого крайне мало. Нужно было больше делать минусов. Чтобы иметь возможность... Иметь возможность доминировать над соперниками в плане экономики. Но имеем то, что имеем. Ну и команда защиты, как бы я сильно не удивлялся, не начинает рашить. В силу того, что они выиграют с довольно-таки большим преимуществом на данный момент. Не начинает рашить. Играет дефолтно на своих позициях. Даже в некоторой степени закрыто. Вот, например... Сейчас немножко ближе, конечно, сдвинуться. Но это будут неожиданные позиции. До этого играли Сити. Но, посмотрите, позиция этих превосходно чекается. К сожалению, пытались убить уже убитого игрока. Это, конечно же, не помогло. Ну и вот тут заход в Апуэнт. Остается последний игрок, который играет на головах. Ну, конечно же, это минус. Но какой? Какой же минус был по нему произведен? Прям пуля закрутилась, как в особо опасном. И попала... Свинку... За Анжелиной Джоли. Если кто смотрел фильм, тот, наверное, понял. Тот, кто не смотрел, наверное, подумал, что я маразматик. Ну, в принципе, и тот, и другой прав. Что ж, смотрим дальше. Атака решается, что все-таки хватит ходить на Апуэнт и сливаться там. Надо ходить через миду. Там, где АВП, конечно, самое умное решение. Что только может быть. АВП промахивается первым патроном. У него летит просто град пуля, оставляя ему 23 хп. Посмотрим, что он с этим сможет сделать. Пока что ничего. Но вот опять пистолеты начинают стрелять. Ситуация 3 в 3. Но ее тут же поправляет в плейс вместе с своим М4А1С. Делает двоих игроков красными. Ну, и, в принципе, один тоже так довольно сильно пострадал. В итоге ХАЕшка залетает трехочковая от АВГ. Убивает Дженни и остается последний с угроб, с бомбой, с ножом. И с тег девятым будет бежать на Апуэнт. Но там не стянулись пока что. Хотя вот, как мы видим, бежит. Бежит АВГ. Роман Инда Хаус. Бежит, бежит. Но вот возвращается обратно на Пуэнт. Понимаю, что, скорее всего, будет выход в А. Потому что по таймингам на Б не выходил. Значит, скорее всего, начал обходить. Слышит, что устанавливается бомба. Кидает Фаер. Фаер, к сожалению, не попадает по сугробу. Сугроб будет играть крайне аккуратно. Чек от Сити. Но уже в Апуэнте двое игроков. И это будет для него неожиданность. Когда он будет выходить и получать сразу... Сразу сколько? Сразу три пули в ноги. Дает время тиммейту понаходить девайсы. АВГ бежит на всех парах. Скорее всего, будет подбирать АВП, который лежит в джангли. Да, он успевает это сделать. Счет становится 9-2. И это... Это, конечно же, для команды Фраг Рэндж. Не очень выгодный счет для перехода в следующую половину. Но, возможно, камбэк... Возможно, будет еще камбэк. Камбэк из Лио, как говорится. Но пока что этого не видно. Делают закуп. Деньги позволяют. В принципе, много игр уже подряд проиграли. Поэтому следующий... Каждый следующий проигранный раунд... Это будет закуп. Если не полноценный, то, возможно, с Галилами. Опять выходят на мидл против АВП. Которая уже, кстати... Нет, еще не слапнула. Сидит в дымах. Он выжидает... Выжидает своего момента. Играет... Моррен Ситвелл. Играет он с Шартан. Не делает ни одного минуса. Даже не наносит дамага. В итоге АВГ исправляет ситуацию. Делает размена вместе с Венсвен... Фенсвене. Фенсвена. Фенсвена, который играл с кухни, с АВП, с двери. Но при попытке раздиффузить бомбу, его все-таки законтрил Агамота. Сугроб также сыграл Шарта, оставив команду защиты в одном представителе. Это Сугроб Плейс. И Плейс попытался выйти через окно. Точнее, выпрыгнуть. Но его в тот же момент заметил Агамота. Сделал свой превосходнейший минус. Счет стал 9-3. Наконец-таки после 5 раундов смогли забрать первый команды атаки. Но будем смотреть дальше, как они будут развивать. Как бы нужно забирать все последующие раунды. Тем более, что у Плейса опять какие-то проблемы с девайсами. Я не знаю, почему ему дропнуть не могут. А, действительно... Нет, могут дропнуть. Роман Инда Хаус вообще имеет 8500. Я не знаю, почему они так желобятся. И Плейс сейчас играет на Дигли. Возможно, он наказан. Ну, а... Сила расположена довольно-таки странно. Трое игроков будут заходить с Мид-2. Трое будут заходить с Пелосов. Тут их будет встречать Плейс с Плейм Диглом. Делает первый минус. На второй у него не хватает Аима. Роман Инда Хаус пропушивает Смок. Ловит игрока, стоящего к нему спиной. Бросает Плейшечку. Будет заходить на Плейм. Бомба установлена. Сугроб вместе с Агамотом попытаются защищать ее. Играет за сигарета. И также в ближних ящиках. Игроки защиты будут заходить. Видите, у нас с коннектора. Есть на головах Роман Инда Хаус. Пытается кого-то нашить слепую. В принципе, стрелял рядом. Но не попадал. АВГ очень продиктует выйти сейчас на игрока. И что он и делает. Не замечает он Сугроба. Который втихаря стоял. Так, шкерил, шкерил, шкерил. Ну и в итоге сейчас у нас 9-4. И посмотрите на закуп команды защиты. Казалось бы, столько раундов подряд выиграли. Но почему-то как-то они быстро разбазаривают деньги. Теперь двое играют с 5-7. Двое играют с Фамасами. И только один Роман Инда Хаус. Который в прошлом раунде был обрамовичем. Можете себе позволить. М4. Идет 1С. Денег у них тоже крайне мало. Если сейчас проигрывают. То следующий тоже будет экономический. Ну и последний. Последний уже будет закупной. К сожалению, автодиректор нам не показал эти превосходные минусы. А что есть последний Фордж? Убивает он АВГ. Но на всех у него пуль не хватило. Ну и как мы видим. Почему-то в этом матче себя оправдывают экономические форсбайи. Почему-то закупы как-то проходят довольно вяленько. А вот форсбайи прям выгорает. Выгорает счет 10-4. И это критически. Нужно забирать хотя бы последний очко. В первой половине. Ну и вот, как я и говорил. Команда защиты почувствовала свою доминацию. Начала уже рашить. Попыталась себя прорашить у нас Фенсвене. 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 Попыталась пропушить у нас он андерпасс. У него это не получилось. Также. Майдн Ситл. Не знаю точно. Также пыталась пропушить у нас что он там? Мидл. Ну и только у одного АВГ все получается. Делает первый минус по команде атаки. И тут уже приходит размен от Агамота. Вместе с Форжем, который с двух сторон как в тисках. Зажали своего оппонента. И не дали возможности ему выйти. И попорота дальше. Запалил себе Плейс, который сидел. За ящиками. Ну и последний АВГ, который пытался что-нибудь сделать с тремя игроками. С джангла был зверски убит. Зверски убит. Его трупик валяется по-прежнему там же. Возле двери. И нет, его убрали. К сожалению, его убрали. Мы не сможем посмотреть, как умер АВГ. Не сможем установить, почему и куда попали пули. Команда Фраг Рэндж теперь начинает играть за сильную сторону. Им нужно брать пистолетку, чтобы иметь возможность побороться дальше. Если же не берут пистолетку, счет становится 13.5 скорее всего. А это счет, с которого камбэчить крайне проблематично. Но возможно. Все-таки мы от Фнатиков и не такое видели. Посмотрите на закуп конторы. Они закупаются почти все тэками и раскидками. Арморы не для них. Арморы для собаков. И у Фраг Рэнджов есть два диффуз кита. Ну, три даже. И два армора. Я не понимаю, зачем три диффуз кита. Если их можно подобрать после смерти. Но, наверное, это не мое дело вовсе. Забыл включить автодиректора. Включайся. Друг мой. Включайся. Нам почему-то показывали бесполезного игрока. Стоп. Да. Нам показывали... Господи. Кого же нам показывали? Показывают тройку. Но это не тройка. Это девятка. Это Дженни был. Который играл у нас с сигареты. Никого он там не видел. Или это восемь? Но восемь-то уже мертв. Значит, это ноль. Так. Скорее всего, это Агамота. Который играл с сигареты. Ну и, наконец-таки, первый минус идет у нас. Даже два первых минуса от команды защиты. Два первых минуса от команды защиты. Ну и ситуация четыре в три. Уже три в три, как мы можем наблюдать. Маренкат. Играет у нас с рампов. Остался последний Агамота. Который уже вплотную к бомбе подошел. Диффуза у него есть. Должен понимать, где находится Маренкат. Но Маренкатл, наверное, не подозревал, что есть диффуза. Думал выходить попозже. Но если бы вышел еще на две секунды бы попозже. То бомба была раздиффюжена. И это было бы... Очень странно для него. Что ж. Счет одиннадцать пять. Ну и теперь... Пистолеты у команды защиты. Попытается что-то... Сопоставить. Против довольно-таки агрессивных девайсов. Против Галила, Калаша. Тека. МАК-10 и МП-7. Агамота играет агрессивно в рампах. Чекает. Но к нему, к сожалению или к счастью, никто не придет. Оставит его в живых. Хотя бы эти... Ближайшие двадцать секунд. Вся команда атаки сконцентрирована у нас в пэлсах. Начинает свой выход. Думаю, стоит на них переключиться. В первом придет плейс. Будет их принимать... Дэнс вместе с... С угробом мертвым. Ну и теперь... Да, теперь... Теперь будет выбивание. Выбивание довольно-таки успешное. Остается последний плейс и АВГ. Но плейс, он больше похож на зомби. С одним хп. Долго не будет жить. Пытается кого-то найти. Реализовать свой МАК-10. Непонятно мне, почему бомба упала в кухне. Очень далеко отлетела она от трупика. Но, в принципе, это только на руку защите. Пытается в них флешка. Уже все трое игроков на кухне стоят у команды защиты. Но Агамото чекает спину. Но в спине пока что никого нету. Атака. Все еще настреливается в Б-пунте. Пытается кого-то найти. АВГ делает минус первый по стоящему и охраняющему бомбе игроку защиты. Решает бушить. Превосходное решение. Ну и последний Агамото попытается дать отпор. Отпор Плейзу, который с одним ХП. Для Плейза это будет сложная задача. Выжить. Ну и он ее не реализует. Умирает он, оставляя Агамото с калашом и с полным хеллспойнт. С полными хеллспойнтами. Счет 11-6. Я задолбался повторять. Я думаю, вы и сами его видите. А пока что я буду иметь наглость увеличить интерфейс, чтобы различать эти стюперки, которые бегают по всей карте. Вот так. Я думаю, всем видно. Мне тоже. Крайне шикарно. К сожалению, не вижу я теперь первого игрока. Его ник. Надо это подпиксить. Но потом. Потом пока что у нас атака в лице. Романда Индахауса и Маренкатова смогла сделать титаническую работу. Убили почти всех игроков защиты. Оставили только одного Дэнса и Агамото. Это Маренкатова лишился своего оппонента. Оппонента, говорю. Тиммета. Романа Индахауса. И в итоге играет сам без армора. С Фамасом против М4А1С и Калаша. Будет заход у нас шарта. И скорее всего. Скорее всего. Тоже шарта. Я думал, пойдет в апартаменты. Но он решил этого не делать. Да, лучше перестраховать своего тиммета. Будьте с одной позиции. Что они делают. Идет поиск девайсов. Но девайс получше ты вряд ли. Девайс получше ты лучше найдешь. Девайс получше ты вряд ли найдешь. Нет, просто убегает довольно-таки далеко. Бомба раздефьюжена. 11.7. Наконец-таки фраг рейндж. Начинает брать игру в свои руки. Начинает показывать нам красивый КС. Перестают сливаться. Ну и разбавляет как бы доминацию конторы на этой карте. Кто знает, возможно сейчас будет камбэк. Так и контора так и останется при своих 11 мэппоинтах. Но пока что мы видим ситуацию, что трое игроков четверо даже. Блять. Трое игроков играли на медле. Один очень наглый Марен Каттл. Вышел даже у нас под крыльцом. О нем нет информации. Но в принципе он сейчас выйдет в коннектор. И я думаю его заметят. Стоит он слева. Идет у него слепой нашив. Не замечает его команда защиты. Но тут же превосходно сыграл Плейс, который вышел на помощь своему тиммейту. Но вышел крайне поздно. Того-то убили уже. В итоге ситуация 4 в 2. Надо что-то с этим делать командам. Команде. Атаки. Но пока что они не предпринимают никаких решений. Агрессивных. Стоят в медле. Ждут пока на них кто-то выйдет. Сделают минусы. И скорее всего от минуса и будут играть. Но команда защиты не настроена выходить. И слепую рашить. Не дождавшись своего минуса Контора уходит на Т-спаун. Скорее всего будет у них ротейт. Будет выходить в Аплэнд. Пока что я не знаю через Пэлос или через Рампы будут выходить. Без понятия. Разделяются они. Бомба идет в Пэлосы. Ну а Роман Инда Хаус будет выходить через Рампы. Что ж. Довольно странное решение. 10 секунд остается. Бомбу должны успеть поставить. Сделали первый минус при заходе. Но бомба не будет. Нет будет поставлена. Убили не того игрока. 300 долларов для всей команды есть. Но бомба будет раздифьюжена. Как бы не хотели. Сделали задачу минимум. Но не смогли реализовать задачу максимум. В итоге команда защиты решилась только двоих игроков. И посмотрите. Фраг рейндж. Они как бы более добрее чем контора. Они погибшим тиммейтом дропа от девайса. В отличие от конторы. Которая зашла билась все это время. Хотя нет. Там был один момент. Когда все таки. Роман Инда Хаус. Это же кажется он был самый богатый. Кинул всем фамас. И проявил крайнюю щедрость. Но это было только один раз. Что ж. Смотрим пока что за выходом атаки. Будут выходить они определенно под А. Четверо игроков играет с рампов. Сугроб и Дэнс Венне. У нас играет с Пелосов. Дым лежит от команды защиты. Его там же и нашивает. У нас Дэнс. Никого там не находит. Потому что там никого нету. Только. В стенах дырки бы наделал. Ну и Сугроб тоже никого не находит. Идет раскидка под Аплэнт. Быстрый выход от команды атаки. Уже четверо игроков находятся на Аплэнте. Плейт сделает превосходные минуса. Есть игрок у нас в коннекторе. Это играет Сугроб. Сугроб должен чекать. Сугроб должен был чекать. Он это сделал. Но там превосходнейший минус был от АВГ. По Агамонта. Который выходил на ящиках. Ничего не подозревая о стоящем слева от него оппоненте. И двое игроков попытаются защищать свою бомбу. Марин Катл. Превосходный выпад делает. Ну и Дэнс. Спреем забирает двоих. Рассчитывали игроки. Атаки на то что выйдет этот Дэнс. Убьет одного. А на второго не хватит реакции. Но в тот же момент выстрелились в ряд. Тем самым позволив Дэнсу сделать такой превосходный спрей. Но... Но, но, но. Бомба все равно не была раздифьюжена. Поэтому раунд уходит в копилочек команды атаки. То бишь конторы. Счет 12-8. Пока что... Пока что не камбэк. Но девайсы есть. С такими девайсами еще можно поиграть. Тем более, как мы заметили. В данной игре девайсы... Не так сильно отыгрывали роль. Самые зрелищные моменты были на пистолетах. Ну, то есть, когда у одной команды были пистолеты. А у другой были девайсы. Ну, пока что по девайсам. У сугроба у нас дигл. У форджа у нас фамас. У всех остальных эмочки. Команда атаки выходит у нас почти вся в мидл. Почему-то только один Роман Индахаус у нас на спауне. Чего-то ждет, наверное. Ждал он таймингов, скорее всего. Будет заходить в рампы. И в спину неожидающим его игрокам защиты. Но вот, посмотрите. Агамот превосходно чекнул рампы. Сделал минус по Роману Индахаусу. Тем самым свел ситуацию в 2 к 2. Получается так, правильно сказал. Ну и теперь Дэнс вместе с Агамот. Попытается запушить. Но уже теперь только один Агамот. Адэнс крайне небрежно прошел по коннектору. Получил свою голову от Плэйза. Агамота будет костями ложиться на землю. Дабы выиграть этот раунд. Двое игроков защиты. Атаки у нас играет с Сити. Плэйз начекивает Агамота. Делает свой минус. Кстати, четвертый. Это квадрокилл. В исполнении Плэйза. Получает он, конечно же, МВП. Да еще и бомбу, кажется, установил, да? Да? Вообще парень номер один. Я хотел что-то открыть на своем смартфончике. Ну и защита теперь обязана сделать полностью экономически. Играют все почти на дефолтных пистолетах. Пушат мидл. К сожалению, там никого не находят. Вся команда атаки уже вышла в апуэнд. Бомба тоже стягивается. Стягивается. Один только Фордж попытался что-то сделать с Романом Инда Хаусом. Но ничего у него не вышло. Даже не надамажил его. Роману надамажили его тиммейты. Сугроб, игравший с кирпичей, все-таки реализовал свой пабельный кирпич. Но тут же его калаш забрал АВГ. Ну и остается последний Дэнс Агамота. Нужно идти рашить, потому что девайсы не такие уж и дорогие. Все равно в следующем раунде сделать и бай. Но не решаются парни. Наверное, будут играть на отлове. Решили, что не будем лучше пушить. Нет, будут пушить бомбу. Делать первый минус Дэнс. Также там стреляется Агамота. Что-то пытается не стрелить. Но, скорее всего, ничего не получится. Плейс в очередной раз шикарно отыгрывает свою позицию. Шикарно отыгрывает свой девайс. В этот раз делает в два раза меньше киллов, чем в прошлый. Но все равно это были важные киллы. Забирает он. Буквально-таки дарит своей команде 14-е очко. Так, надо проверить. Почему-то пишет, что меня очень тихо слышно. Точно не знаю. Вроде как должно быть нормально. Сейчас уровни в микрофоне подниму. У меня как бы новый ПК. Может из-за этого вся проблема. Ну, вот сейчас я должен просто орать. Я вот не знаю. Вот сейчас звук должен быть громкий. Если же нет, то извините. Так, возвращаемся в игру. Что у нас здесь происходит? Происходит следующее. Контора уже зашла в аплэнт. Оставили последнего Дэнса. СМ4А4, который играет с коннектора. Ну, скорее всего, да, его убьют с Глока. Они это делают. Счет 15-8. Матч-поинт для команды Контора. И для фраг-рэнджов, возможно, еще... Еще 7 очков. 7 раундов. Максимально, что они могут сделать. Дойти до допов. А там уже на допах, возможно, и вытащить карту. Но, скорее всего, это невозможно. Разрыв слишком большой. Так. Ладно, мне не хотят отвечать. Будем... Будем-будем так сидеть. У команды фраг-рэндж у нас Форс. Играют почти все на таких хильненьких девайсах. Только один Дэнс смог себе позволить. Фамас. Делается два минуса. Остается последний Дэнс, который подобрал Максим почему-то. Будет с ним отстреливать вблизи. Бомба установлена на пункте. Дэнс что-то стреляет-стреляет. Но против Каваша он бессилен. 16-8 счет. Вот обе команды пишут gg.